Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня небольшое видео по распаковке нового микрофона. Старый мне не нравится что-то. Сейчас на него как раз ведется запись. Прямо ловит наводки, то ли не экранирован, то ли что. Сейчас вы видите его изображение на экране. Вроде бы не дешевый, две с лишним сотни долларов стоит. А наводки от сотовых телефонов, если они рядом находятся в нескольких метрах, ловит прям капитально. И мне это жутко не нравится. Вы наверное это замечали в видео. И решил я попробовать еще вот такой вот микрофон. Этот микрофон прям очень хвалили. В помещениях он, где шумно, справляется с шумами очень хорошо. Здесь, как вы видите, расположена куча микрофонов. И с помощью хитрой электроники внутри программного обеспечения идет шумоподавление за счет отсеивания шумов. Ну блин, какая-то замороченная система. Видел я на него обзоры и захотелось такой заюзать. Кроме того, он питается от самой камеры и скорее всего он заэкранирован на саму камеру. А этот микрофон, который сейчас стоит на камере, вот он. На него ведется запись. Надеюсь, он сильно сейчас не шумит. Ну, он конечно... Такое себе. Плюс он ловит наводки, так как он питается от внутренней батарейки мизинчиковой. Также вот этот микрофон, который стоит на камере, подключается через джек к камере. А этот микрофон уже имеет цифровой интерфейс и скорее всего, я так думаю, что качество звука здесь будет гораздо лучше. Это я и хочу сравнить. Итак, приступлю к распаковке. Уж очень хочется посмотреть. Почему-то, что тот я заказывал. Нет, не было на нем пломбы. Что это тоже? Обычно Sony все пломбирует на заводе. Такое ощущение, что что-то какие-то левые партии, что ли. Непонятно. Сумка 100 баксов. Сам микрофон 300 баксов. А, нет. Сумка 100 баксов. Это еще 100 баксов. Это 200 баксов. Или, может быть, даже меньше. Плюс еще макулатура, наверное, по 50 баксов. Sony это любит. Я надеюсь, что этот микрофон за 400 баксов. Представляете, 400 баксов. Вот это хрень. Вот что надо делать. Вот чем надо заниматься. Я надеюсь, она будет работать отлично и меня устроит. Потому что вот это то, что сейчас стоит, за 200 с лишним долларов меня, ну, не устраивает. Казалось бы. Такие тоже немалые деньги. Вот что из себя представляет микрофон. Сверху куча микрофонов. Очень интересно. Хочу сначала потестировать здесь, в помещении. И если это удастся еще, то где-нибудь в каких-нибудь помещениях протестировать. Если это будет удобно сделать. Переключать микрофоны. Ну, я думаю, это можно будет сделать. Единственное, что надо будет заморочиться. И видео, возможно, это в хронометраже прибавит значительно. Сейчас звук снимается на встроенный микрофон. Для того, чтобы подключить новый микрофон, мне нужно будет прерывать запись и начинать по новой. Так устроена камера, что она на горячую не хочет подцеплять новый микрофон. Встроенный микрофон. Я стою рядом. Немножко позади. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас звук записывается на вот этот микрофон. ECM CG60. Я нахожусь в том же месте. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас подключу вот этот микрофон. Сейчас подключен микрофон ECM-BM1. Новый микрофон. Здесь вот есть режим. Аналоговый режим. Вот он только работает в аналоговом режиме. Вот здесь переключатель, аналог и цифровой. Моя камера 2016 года, не самая дешёвая, не поддерживает этот микрофон. Это просто фиаско. Ну, в смысле, не поддерживает в цифровом режиме. Но я надеюсь, хоть в аналоговом режиме будет хорошо работать. Почитал немножко инструкцию. Верхнее положение – это сверх направленный режим. Среднее положение – это направленный режим микрофона. А нижнее положение – это всенаправленный режим. Также у него есть режим шумоподавления. Вот он здесь. Сейчас стоит в среднем режиме. Это фильтр низких помех. Сейчас я выключу полностью шумоподавление. Сейчас без шумоподавления. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь шума и нету постороннего. Это нужно действительно вот этот фильтр применять, тестировать именно в каком-то помещении, где очень много шумов посторонних. Сейчас включу опять шумоподавление. Сейчас шумоподавление. Прослушал сейчас видеоматериалы, которые были отсняты. И новый микрофон меня действительно приятно удивил. Когда шумоподавление включено, он справляется с эхом в комнате. Мне очень понравился этот звук. Сейчас как раз стоит эта настройка. Прям вообще классно. Сейчас всенаправленный режим переключу в направленный режим – среднее положение. Сейчас направленный режим. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас переключу в сверхнаправленный режим. Сейчас сверхнаправленный режим. Раз, два, три. Раз, два, три. Обратно переключаю во всенаправленный режим. И включаю шумоподавление по максимуму. Смотря обзоры, мне не совсем понравился этот режим. Сильного шумоподавления, потому что немножко страдает голос. Сейчас шумодав переключу в нормальное положение. Такой режим мне больше нравится. Еще раз сейчас прослушал, что было снято только что. И мне больше понравилось, как работает с шумодавом по максимуму. Сейчас я переключу этот режим. Голос получается более низкий. Также заметил, что переключая направленности микрофона, средней направленности и максимальной направленности, появляется эхо, что мне не нравится. А вот всенаправленный режим для помещения самое то. Для примера еще сейчас записываю на GoPro 9. Сейчас ставлю этот кусочек. Сейчас звук идет с GoPro 9. И вы реально можете оценить, насколько звук отличается от накамерного звука. Напишите в комментариях, какой вам больше нравится. Сейчас переключаю обратно на внешний микрофон камеры. Мне очень важно ваше мнение, какой вам звук больше нравится. И последний тест. Я поставлю обратно вот этот микрофон. Еще раз сравню его два режима. Узконаправленный и широконаправленный. С вот этим микрофоном. Именно с режимом, который стоит сейчас. Мне он больше всего понравился на этом микрофоне. Итак, сейчас стоит вот этот микрофон. Потом я почитаю комментарии, какой вам звук больше нравится. С GoPro, с этого микрофона или с этого микрофона. Сейчас переключу режим. Сейчас узкая направленность. Переключил на широкую направленность. Раз, два, три. Раз, два, три. Узкая направленность. Раз, два, три. Раз, два, три. Кстати, прослушивая еще материалы, заметил, что фон у этого микрофона значительно больше. Сейчас вы можете к нему прислушаться, если колонки воспроизводят этот шум. Его отчетливо слышно, по крайней мере мне. Сейчас я поставлю этот микрофон и вы почувствуете разницу. Сейчас стоит этот микрофон и вы можете слышать, какие шумы. Кстати говоря, может это шумодав так работает? Сейчас я попробую переключить его с максимального на средний режим. Сейчас средний режим шумоподавления. И попробую сейчас его выключить, какой будет фон. Сейчас шумоподавление выключено. Раз, два, три. Раз, два, три. Тест на улице. Звук записывается на встроенный микрофон. Сейчас установлю новый микрофон и посмотрим, как будет на него слышно. Запись звука на новый микрофон. Широкая направленность. Шумоподавление выключено. Дует ветер, довольно сильный такой. Порыв пошел. Включаю низкочастотный фильтр. Широкая направленность. Низкочастотный фильтр. Переключаю в максимальное шумоподавление, широкая направленность. Широкая направленность Максимальное шумоподавление Также дует ветер Выключаю шумоподавление Переключаю в направленный режим Направленный режим Без шумоподавления Также дует ветер Я стараюсь говорить прямо в микрофон Чтобы меня было слышно Потому что если я говорю сзади Меня практически не слышно Включаю низкочастотный фильтр Сейчас с низкочастотным фильтром Направленный режим Включаю максимальное шумоподавление Максимальное шумоподавление Направленный режим Включаю шумоподавление Включаю сверх направленный режим Сейчас сверх направленный режим Без шумоподавления Сверх направленный режим Включаю низкочастотный фильтр Включаю Включаю Переключаю максимальное шумоподавление. Также продолжает дуть ветер. Теперь поставлю вот этот микрофон. Сейчас запись ведется на микрофон Sony ECM-CG60. Широкая направленность. Также дует ветер. Переключаю микрофон в узкую направленность. Узкая направленность. Сейчас запись ведется на встроенный в камеру микрофон. Дует небольшой ветерок. Сейчас порыв, усилился ветры. Думаю, это слышно. Сейчас запись ведется на камеру GoPro 9. Дует ветерок, порыв. И можно оценить качество звука. Сегодня производили сравнение трех микрофонов. Этого, этого и встроенного в камеру. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok